Уже в конце этой недели в силу вступит закон о господдержке инвестиций. Готовили его около года. В конце апреля документ поддержали в Верховном Совете. Инвесторы получат преференции – налоговые льготы, государственные гранты и субсидии. И уже есть первые результаты – два потенциальных инвестора. Они готовы открывать новые производства. Закон разработан, принят и уже 1 июня вступит в силу. Но самая серьезная работа впереди, говорят в правительстве. На старте важен имиджевый прорыв или успешный опыт тех, кто уже решил вкладывать в Приднестровье. Сейчас инвесторы ждут. Уже в конце недели правительство сможет подписывать инвестиционные контракты. Это реальный сектор промышленности, это производство. Один из них имеет отношение непосредственно к технологии металлургической отрасли. Это высокотехнологичные производства. Два проекта, связанных с промышленностью, есть. Мы надеемся получить интенсивное развитие и в области проектов сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли. То есть тех направлений, которые вообще свойственны нашему региону. Это тоже важно. Как говорят в правительстве, сначала нужно работать на закон, потом закон начнет работать на нас. Сейчас разрабатывают специальный портал, где инвесторам подробно будут объяснять возможности и плюсы при реализации проектов в Приднестровье. А еще сформируют агентство развития инвестиций. Это служба одного окна. Ее задача – ускорить и упростить работу с теми, кто заинтересован в открытии бизнеса в нашей республике. Ну и еще большие надежды возлагают на предстоящую осенью инвестиционный форум. Мы готовим материалы, инвестиционные карты для того, чтобы инвестор практически любого направления деятельности, имеется в виду любой отрасли, нашел для себя что-то интересное. У нас есть преимущества, и их нужно грамотно показать инвестору. И это еще одно из направлений, которое на форуме будет представлено, а на площадках это будет декларироваться. Мы создадим достаточно развернутый материал по инвестплощадкам. И к этому моменту мы все-таки надеемся представить те проекты, которые удалось уже стартовать у нас в стране. То есть если будет видно, что сюда входят вполне состоятельные и серьезные инвесторы, это дает возможность переоценить риски тому, кто высказывает интерес к работе в Приднестровье. Напомним, инвестиционно-экономический форум пройдет в октябре. Уже известно, что участие в нем примет большая делегация из России, в том числе представители правительства Московской области и агентства стратегических инициатив. Форум должен стать одной из стартовых площадок для продвижения Приднестровского закона об инвестициях.